Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, из Финляндии, много раз записываю видео и говорю, что слабонервы, прошу не смотреть. Ну, это, конечно, шутка. Да, иногда бывает прямо близко к тексту люди пишут, я выписываю и хочу на эти комменты ответить. Ну и когда вы говорите русский, народ не обобщайте. Много раз люди говорят по-русски, но они русскими не являются. И когда мне пишут, что вот я очередная финская жена, ну, народ, я не очередная. Если бы в Финляндии были все такие жены, как я, кто себя не похвалит, да, себя нужно тоже хвалить. Всю жизнь работала, знаю финский язык, суевасте, то есть приличный финский. И когда мне пишут, ой, очередная финская жена выползла на ютуб, ну, да, не надо, а грустно, давайте лучше о веселом. Ну, и я сегодня хочу рассказать о людском лицемерии. И это лицемерие наверняка есть во многих странах. Это не то, что вот Финске, только Финляндия, вот эти дамы, вот эти жены, вот-вот-вот. Нет, я думаю, если мы хоть какую страну возьмем, везде найдется вот точно такой же экземпляр, который переехал из какой-то, из такой глубинки. Или, ну, своим хомякам, своим вот односельчанам нужно показать с ютуба, или, как говорится, с какого-то, из какой-то, с другой платформы. Ну, упадите вы тут все от зависти, вот у меня-то все шикарно. Ну, есть ли это шикарность или нет, там, как говорится, одному богу известно, но мы люди, прожившие уже давно, как говорится, за границей, нас обмануть очень легко, мы умеем сложить один плюс один и понимаем, что никакой шикарности там, как говорится, рядом не лежало. Ну, и начну с того, когда открылся Лидл Финляндия, многие в этот магазин, они ходили только из-за того, что прошел вот такой слушок, что это магазин для нищебродов, в этот магазин ходят только безработные, в этот магазин ходят только иммигранты. Ну, и когда этот магазин открылся, действительно, люди ходили как на экскурсию, потому что такого магазина у нас не было. Продукты вот были, как говорится, везде под копирку, приезжаешь ты в Хельсинки, приезжаешь в Волу, приезжаешь в Тампере. Эти магазины были совершенно одинаковые. Ну, это сделано для того, что если человек попадает в чужой город, зайдя в Лидл, он найдет пакет молока и хлеб, то есть, вот, как говорится, все для посетителей. Ну, и многие выходили без покупок только из-за того, что, ну, они не знали этих продуктов, то есть, какая-то немецкая колбаса, немецкое печенье и так далее. Да, сейчас в Лидл вот эти недели, неделя немецкая, неделя испанская, идет это все по кругу французская, многие уже ходят и караулят, когда будет испанская неделя, чтобы пойти купить холодного томатного супа каспачо, или когда французские недели, чтобы купить какого-то мармелада. Все мы прекрасно понимаем. Ну, вот прошло сколько лет, этот Лидл, конечно, изменился. Ну, есть до сих пор вот такие, которые говорят, ой, Лидл, это магазин для нищебродов. Я в Лидл не хожу. Ну, и если вы думаете, что человек, который вот так громко заявляет, он работает где-то, знаете, в какой-то компании, получает зарплату. Нет, много раз это вот такие дома сидящие дамы, которые по-фински особо не говорят, дети выросли. И вот до сих пор у них вот такое в голове, как говорится, тараканы. Ну, это просто ужас ужасный. И вот, что попасть в Лидл, это вот отрубить и палить мне по самый, как говорится, корень. И многие действительно ходят в Лидл. Да, их там видели и не раз, и всегда так смешно. Даже иногда хочется подойти, поздороваться и сказать, ой, надо же, видишь, и ты тут в магазине для нищебродов. Ну, и покупая в Лидлле хлеб, колбасу, картошку и так далее, все это упаковывается в пакетик из Стокмана. И чтобы выйти и вот пойти к своему добу, там, в добуственной остановке, чтобы все видели, что ну, я-то из Стокмана продукты несу. Вот у меня тут Стокман пакетик. Конечно, театр, но настолько дешевый, белыми нитками шитой. Да, люди, которые ездят в Стокман, они в жизни не будут это показывать. Много раз у них, может быть, какая-то холщевая сумка, куда они эти продукты складывают, так как они заботятся о экологии. Но вот этот театр, что нужен пакетик из Стокмана, из Лидлла, как бы им, да, не комильфо выходить из магазина нищебродов. Ну и точно так же обсуждала со своей подругой. Я говорю, ну вот как этим людям доказать, что ну вы тупите просто там, вот как говорится, просто на, да, где тупить вроде как и не надо. Ну и все началось с того, что вот так громко человек заявляет, что скидок она не уважает. И, например, фарш со скидками она никогда не покупает только за нормальную цену. Ну и когда я открыла рот, я говорю, а ты знаешь, что этот фарш вообще-то одинаковый. Ты думаешь, что фарш по нормальной цене, вот здесь, как говорится, получше, помоложе корова. А фарш, который со скидкой берут старую корову, и вот из нее делают этот скидочный фарш, который продают там на 20 или на 30 процентов дешевле. Я говорю, ты понимаешь, что это делается с одного мяса и с одной коровы или с одной свиньи? Ну смех просто сквозь слезы. Ой, да? Я говорю, ну конечно, да. Только единственное, магазин покупает этот фарш и делает небольшую скидку для того, чтобы пререкламировать, что сегодня фарш у нас, будьте любезны, со скидкой. Люди придут, купят этот фарш и потом купят сыр, молоко, хлеба и так далее. То есть магазин всегда в плюсе. Но люди, которые говорят, я фарш со скидками не покупаю. Ну хочется им сказать, народ, ну пойдите тогда работать и покупайте все, что вы хотите. Но откуда эти понты, если ты всю жизнь не работаешь, сидишь и ждешь, когда действительно какие-то вот сумасшедшие дни, чтобы пойти и попонтиться по полной. Ну смех сквозь слезы. Неужели действительно такая тупизна еще есть? Ну и когда люди говорят, что да, дешевое вино я тоже не пью, за 8 евро нет, все должно начинаться с 20 евро. Ну много раз люди вот такое говорящие, они не понимают винек, ровно как ничего. Вот у них есть бутылка, вот у них есть название и обязательно должна быть цена. Ну из какого винограда сделана, какой сорт винограда, сладкая, полусладкая, таюделенен. Обычно на бутылках написано прямо целое описание и так далее. Нет, в этом они не понимают ровно как ничего. Но цена должна быть вот такая 20 евро. Тогда вино считается хорошим. А за 8 евро вина они не пьют, потому что только безработные нищеброды пьют вот такое вино. Ну и если налить фужеры, поставить 5 штук фужеры и сказать, ну давайте вот сейчас сделаем дегистацию этого вина. Я думаю, там люди и не поймут, что они пьют и за что они платят. Ну и всегда смешно только из-за того, что вот эти понты, ну да, почему хочется сказать, ну почему же вы такие душные? Ну почему вы такие душные? Ну и следующее, это конечно, почему нету никогда денег? Вот иногда слушаешь людей, вроде люди ходят на работу, у них есть зарплата, и зарплата неплохая. Ну как не встречаешь, начинается одно, вот все дорожает, денег не хватает, денег нет, денег нет, денег нет. То есть песня, все то же самое, старая песня о главном. И когда начинаешь задумываться, ну вроде чек ходит на работу, у нее выслуга лет, она получает келли, то есть за вот язык доплаты и так далее. Плюс она какая-то там, может что еще доплата, вот за что она маленький начальник в своем, в этом маленьком мерке. И все равно зарплата не хватает. Ну и когда начинаешь действительно задумываться, на что же человек тратит, что денег не хватает. И у многих вот это, ну сейчас я получила зарплату, гуляй рванина. Они идут, не идут в Лидл, не идут в Призму, они идут в Сити Маркет. Самый дорогой магазин в Финляндии покупают сисофиле, то есть вот такое филе мяса, кусман килограмма на два. Ну и что вы думаете, к этому мясу не покупается ровно как ничего. Вот пока они ждут, пока этот кусман зажарится в духовке, они ходят облизываться, уже кушать хочется всем. И когда этот кусман достается, вот они начинают рубать это мясо. То есть не отварив ни картошки, ни макарон, ни каких-то овощей. Можно запечь в той же духовке, все равно эта духовка горит. Нет, начинается отрезаться вот это мясо. Ну, по кусочку съели, по два съели и вечером перед тем, как ложиться спать, не то, что там какие-то бутерброды или сварить детям кашу. Нет, опять по куску мяса вот этого дорогущего филе, ну, съели по куску мяса, как говорится, и легли спать. Вот, пожалуйста, за целый день эта семья приговорила 2 килограмма сисофиле, который стоит 37-90, иногда бывают какие-то скидки, так оно, конечно, стоит дороже. Вот человек заплатил 80 евро за этот кусман мясо. Ну, да, конечно, если ты такое филе покупаешь, можно, знаете, как сделать по кусочку гарнир, запечь какие-то овощи. Ну, детям наверняка можно отварить тех же макарон, лапши и так далее. Нет, это мясо наворачивается вот так. И когда человек говорит, денег нет, ну, я прекрасно знаю, что она покупает. Я так иногда смотрю, думаю, ну, в принципе, это же не с моего кармана человек заплатил. Ну, если вот так расточительно человек живет от зарплаты до зарплаты и в последний день, перед тем, как получить зарплату, уже достается виза-карточка, чтобы закупить продукты в долг, я такого не понимаю. Да, все равно какая-то подушка должна быть, я имею в виду денежная подушка, не дай бог что-то случилось и так далее. Вот сейчас я два раза ходила к зубному и жду еще месяц. У меня не хватает одного зуба внизу, надеюсь, что не припухло. Да, к частнику пойти, это как вот действительно много сотен евро, ты вынь, да положь. А если у тебя таких денег нету, ну и что, ты будешь ходить вот с такой щекой и ждать, пока время подойдет, какую-то поликлинику в государственную? Ну, не знаю, да, все равно как-то вот странно. Ну и когда человек действительно так расточительно покупает продукты, точно так же нет денег ни на что, но человек курит, как вот, хотел сказать, старый, да, вот знаете, этот дым идет. В Финляндии курить настолько дорогое удовольствие, когда люди начинают говорить, что денег нет, но я прекрасно знаю, что они курят одну или две пачки в день. Ну, если ты куришь одну пачку в день, 10 евро стоит пачка, 30 дней это 300 евро. Если ты куришь две пачки в день, это 600 евро. Вот человек платит 600 евро, вот за это свое удовольствие. Ну и когда я спросила, что может быть действительно купить эти ластери, может быть уменьшить количество курения и так далее, мне было, на меня посмотрели, как вот действительно на какую-то, да, что не надо. Это вот ее хитки, когда она может выйти, это маленькое ее время, когда вот она сама с собой, с этой сигаретой, никто ей не мешает. Ну, о чем мы говорим? На 600 евро, да даже если на 300, вот пачку в день ты, как говорится, пускаешь на дым, на 300 евро можно купить косметики, парфюма, нижнего белья, а на 600 евро ты можешь купить вообще, как говорится, каждый месяц гуляю и не хочу. Вот этот, как говорится, деньги человек кидает на ветер. Я не знаю, это может я вот пока действительно я рассуждаю, но вот иногда диву даюсь, как люди живут и денег ни на что не хватает. Ну и, конечно, готовить тоже это такой геморрой для многих. Если готовить мы не умеем, ну вот мясо в духовку, как говорится, кинуть, люди начинают заказывать еду с палвелу, как она называется, фоду, по-моему. Вот начинают заказывать. Это такое дорогое удовольствие. По телевизору была программа, и женщина у нее через неделю приходят ее дети, так дети живут с мужем, но дети приходят на конец недели. И было сказано, что вот 900 евро человек тратит на еду. Я не знаю, что нужно покупать в магазине, чтобы один человек плюс двое приходящих детей в месяц 900 евро уходило. Ну, может быть, действительно там лобстерами и сисофиле, каким-то филе люди питаются или покупают натуральную икру. Икру не та икра, которая в стеклянной банке за 12 евро, а натуральную икру. Не знаю, ну, когда вот такое разбирательство было, этой женщине должны были помочь, чтобы справиться вот с этим минусовым бюджетом. Ей сказали, что вы должны научиться готовить, не заказывать вот отсюда эту еду, когда привозят. Да, конечно, дорогое удовольствие. И много раз, когда ты заказываешь, ты заказываешь, ну, возьму роллы, возьму вот это, возьму вот это, возьму вот это. Это, конечно, да, все понятно, но это не еда. Молодым, молодым организмам, детям и так далее, им нужно, конечно, что-то посущественное. Если даже вот какие-то вкусняшки вы заказали, да, дети съели и через 15 минут они опять голодные. То есть, конечно, хорошо бы кормить чем-то посущественнее, а вот не этими перекусами, что люди заказывают по интернету. Ну, и то, что не покупают со скидками фарш. Много раз я слышу, вообще никаких скидок люди, как говорится, вообще не понимают. То есть, они не покупают ни фарш, ни пиво, ни какие-то конфеты, если со скидками и так далее. То есть, презирают все эти скидки. И я все-таки вот такой человек, который выжил, когда я жила одна, я только развелась, у меня был маленький ребенок. Я жила в Тампере на Ристе, на Кату в однокомнатной квартире снимала однокомнатную квартиру. И я выжила. То есть, человек может и очень с маленьким бюджетом жить, если действительно вот настрой такой. Сегодня вот у меня есть это количество денег, которых я могу потратить. Это не то, что вот визой, карточкой прокатывай, но счет придет. Как говорится, это будет головная боль в январе или в декабре. И когда я записываю видео и говорю, что когда я осталась безработная, я взяла ножницы и разрезала свою карточку виза. То есть, вот не покупая, чтобы не покупать ничего в долг, мне тогда был оставлен коммент. Конечно, ты разрезала, потому что у тебя мужик за все платит. Я когда прочитала этот коммент, даже Кейпом сказала, говорю, слушай, ну все, вот теперь вы же написали, чтобы ты все платил. Мы, конечно, с ним посмеялись вместе. Нет, мы, народ, всегда вместе работали и платим, конечно, все, вот как говорится, вместе. Но люди много раз рассуждают, вот если их какая-то знакомая подруга или родственница тети Люси живет вот так при каком-то мужике. И он платит за все, а она сидит под только, как это, как же это, Марфушенька-душенька, вот щелкала орехи. Ну, такие тоже есть, но я к такому не отношусь. Наоборот, я разрезала банковскую карточку визу только из-за того, чтобы, не дай бог, не было вот этого соблазна купить в долг. Да, много раз люди попадают с этими покупками, и сейчас хороший пример, начинается Рождество, звучит эта музыка, заходишь в магазин, праздник, праздник, эйфория праздника, хочется накупить всем подарков, хочется накупить вкусняшек, хочется, хочется, хочется. Но денег, если ты на это не откладывал, у тебя нет вот этого бюджета, который ты потратишь на Рождество, в январе начинает приходить или в феврале первый счет по визе нужно платить, и люди садятся на попу ровно. Почему в январе самый вот ужасный месяц? Да, в январе приходит много счетов, которые приходят с начала года, и плюс начинается вот это визовые счета. Ну, и многие делают отстрочку, они платят только проценты, и начинается это как ком снежный, то есть в январе, феврале, в марте они уже смотрят на это просто с обалденными глазами, эйфория счастья кончилась, и к весне вроде как и что-то нужно опять будет покупать, а вот это виза счет висит просто как гиря на ноге, то есть сдвинуться с места ты не можешь. Да, рассчитывать нужно только на себя, и когда люди говорят, ну зачем тогда покупать, да, это легко сказать, но трудно сделать. Многие, приходя в магазин, если нет вот такого, такого плеча рядом, как я, что не даю покупать, ну да, можно, конечно, накупить все, что угодно. Ну, и, конечно, понты, понтами, но сейчас много инстаграм, ютуб и так далее, то есть кто во что гораст, ну и когда люди говорят, что я отдыхаю только вот где отдых миллионера или так далее, показывают этот пляж, ну много раз подписчики пишут, Оля Неверя, она отдыхала с нами вместе вот в гостинице 2 звезды и 3 звезды. Я даже зашла на ее канал и посмотрела, что действительно это все понты, ничего она не отдыхала ни в каких 5 звездах, просто обходила фоткаться туда, чтобы все это выложить в ютуб. Я всегда за то, что лучше рассказывать правду, я, например, хожу в Lidl, покупаю скидки, даже тот же пакетик за 2 евро я много раз показываю, говорю, народ, вы посмотрите, какие красивые продукты можно купить за 2 евро. Я показываю салат, в прошлый раз показывала этот лук, помыла, обрезала, покрошила, съели, вообще нет проблем, но многие говорят, что Оля, вот почему смотрим вас, вы такая естественная, вы такая натуральная, вы показываете действительно натуральную жизнь, как она есть без этих прикрас. Ну и многие сейчас топорят, то есть что снимать, ну магазины посмотрели раз, посмотрели два, и они начинают переделывать свой канал под политический канал, разбирать вот эти ситуации. Я всегда за то, что мой канал без политики, если вы хотите какое-то вот такое обсуждать, это, пожалуйста, будьте, как говорится, любезны, но это не на моем канале. И когда русскоговорящие, живя в Финляндии, 30 лет снимают и говорят, вот я в Финляндии живу 30 лет, теперь на меня на кассе, если я стою в очереди, смотрят, вот они знают, вот они меня ненавидят и так далее. Народ, не верьте, не верьте, не ходите, не смотрите, не пишите, не пытайтесь доказывать. Вы прекрасно понимаете, что для красного словца, чего только тупые не придумают, чтобы вот этот канал, как говорится, поднять и его начинали смотреть. Никто на вас не смотрит, я знаю, что в Финляндии много люди путешествовали, пол Питера приезжала в Финляндию. Народ, вы голой можете пойти к кассе встать, кто-то обернется и скажет, о, наверное, на спор пришла, или может какой пол тарит, да, вот перед тем, как люди выходят замуж, они устраивают вот такое, знаете, какую-то чуму, ну или какой-то флешмоб. Ну, голый ты будешь стоять, на тебя никто не посмотрит. Конечно, люди придумывают, ну, ужас ужасный. Ну, и когда я снимаю видео, много раз, конечно, я делаю озвучку, вы не представляете, что такое сделать озвучку, только блогер понимает блогера, бежит вот это видео, тебе нужно быстро сказать, чтобы вот это все попало в этот кадр, что у тебя, как говорится, вот перед носом. Бывает, иногда попадает, иногда нет, иногда просто, как говорится, бряхнешь, не подумав, ну и тут же мне пишут коммент, опять, вот, как говорится, что кофе мужского рода, ну и тут опять училка защитила диссертацию на моем канале, я ей, конечно, написала большое спасибо, ну, в финском языке нету ни мужского, ни женского рода, только есть средний род. Зачем мне вы это пишете, если я оговорилась, ничего страшного? Ну, и, конечно, тут ее понесло опять, вот, действительно, люди пытаются, не знаю, обидеть меня, обидеть Финляндию, обидеть то, что я показываю. Ну, иногда кажется, что зачем вы смотрите, если вас раздражает, как я говорю, например, да, одна дама тоже написала, что других блогеров она может слушать и 50 минут и час, но меня хватает только 6 минут, ну, это тоже какой-то, знаете, 6 минут. Вот вы что, на секундомер смотрите, и потом ей нужно остановить, потому что от моего быстрого разговора у нее начинает болеть голова. Ну, я ей написала, идите в палату, примите успокоительное, сейчас вам полегчает. Ну, что я еще могу, как говорится, тут написать, и эти душные, конечно, ну, это просто, ну, вот еще нету ни одного видео, чтобы эти душные не приходили и не, как говорится, писали. Ну, и я всегда за то, что, если показать нечего, показывай, что есть показать, и рассуждала, ну, если даже вот человек живет, как говорится, в маленьком месте, то есть, ну, просто дыра, ну, нету ровно как ничего. Я не знаю, я, наверное, в лес бы пошла, показывала шишки, показывала бы деревья, рассуждала что-то, вот, как говорится, какие-то истории жизни. Ну, а что бы еще снимать? Ну, всяко бы не стала воровать контент чужой, и снимая новости с телевидения, выкладывая на свой канал, я вот все жду, когда это все кончится. Да, конечно, чего только на Ютубе не придумаешь. Ну, и сейчас я была в салоне у Кирилла жены, вот было и открытие салона. Ну, и я говорю, народ, хотите веселую вам историю расскажу, как мой муж мазал руки и ноги кремом, вот таким автозагаром. Смеялись все так, и действительно, вот такие истории жизни можно рассказывать и раз, и два, и три. Да, первый крем, который я купила, довая, там был вот такой эффект, когда мажешь тело, и проявляется, ну, я не знаю, там час, два, три, может быть, больше. Вот такой, как бы, знаете, пяева уж было написано, то есть эффект вот такого свежего лица, как бы загар. И там было первый, второй, третий. Думаю, о, ну, первого, от первого мне было просто ничего, не видно ни на лице, ни на коже, только вот ладошки были такие оранжевые. Думаю, куплю трешку. Ну, и этот крем стоял, и смотрю, мой пупсик лежит, губки вот так, да, бровки домиком, губки бантиком. И я говорю, ну, ты чай, чай будешь пить, или что ты будешь вечером кушать, не хочу ни кофе, ни кушать, ни чаю, лежит все, предсмертная записка уже, наверное, написана. И после того, как я поняла, что что-то тут не то, я говорю, метанта пахтунут, я говорю, что случилось? Ой, у меня, наверное, Макса Тулияхтунут, у меня, говорит, наверное, воспаление печени, посмотри, какие у меня коричневые ладони и стопы ног. Я говорю, слушай, ты, грубо сказала, да, грубо, я говорю, ты чем это мазал? И мне, говорю, сначала не вот из этой бутылки, довы, где, и цирушки этого. Да, говорит, но там же не написано, там написано пайва уж. Я говорю, так это одно и то же. Ну, и да, действительно, он после душа мазал руки этим довы и ноги, и они пожелтели, потому что самое сухое место. И он думал, что у него воспаление печени, и все действительно, вот, неделя, и, как говорится, крышка захлопнулась. И когда я рассказала на этом открытии салона, я говорю, вот такое тоже может случиться. Смеялись все, ну, и Мария сказала, что теперь руками никто не мажет. Есть вот эта перчатка, которую одеваешь, вот такой перчаткой теперь все мажутся. То есть, чтобы действительно, вот, эффект воспаления печени не был на руках. Я всегда за юмор, я всегда за юмор такой, чтобы весело было всем. Не так, что вот мы сейчас над кем-то смеемся, он сидит, плачет, а нам весело. Нет, конечно, юмор должен быть вот такой. Ну, и всем, кто пишет действительно комменты вот такие адекватные, большое спасибо. И много раз я предупреждаю, пожалуйста, не оскорбляйте меня в Финляндию и так далее. Если у вас какое-то мнение есть свое, это все очень хорошо, ну, пишите так, чтобы действительно я прочитала. И не надо мне было переспрашивать, а вы что имеете в виду? Да, иногда я переспрашиваю. И слава богу, что вот у меня самые лучшие подписчики, девочки пришли и сказали, Оля, это вас оскорбляют. Вы что, не поняли? И я говорю, да, большое спасибо. Я сразу удаляю. Но действительно, иногда так написано, что я туплю, я туплю. Я не понимаю, что, как говорится, написано. Ну, и искушение всегда в магазине есть. Я оставила это на последнее место. Народ, искушение всегда есть. Я сама точно такая же. Иногда вот какие-то скидки иду мимо, смотрю, ой, помады по еврику. Ну, как хочется купить. Вот рука тянется. Да, купила две штуки, но мазала вот через не хочу, потому что качество отвратительное. И цвет тоже мне не подошел. Ну, да, мазала одну, вторую выкинула только из-за того, что она уже начала пахнуть. Да, раз вот так купив, уже второй раз я не куплю. И, к сожалению, такое, вот если кто-то сейчас смотрит, скажет, Оля, я точно такая же. Иногда что-то дешевое, вот какие-то, я не знаю, карандаши для бровей, тени и так далее. Рука тянется, хочется купить. Да, вы вспоминайте меня, что лучше действительно вот эти 2 евро сложить, добавить еще 5 и пойти купить помаду от Лю Мене, которая будет вам вот, да, хоть куда, хоть на праздник, хоть, как говорится, на YouTube. Она всегда будет хорошо. И не так, что ты красишься и думаешь, зачем я это купил. Да, и это про все, даже если какие-то дешевые трусы вы купили, которые падают и все время хочется посмотреть, никто не смотрит, потом их раз и подтянуть. Я вспоминаю просто вот такие моменты были много раз в магазине, стоишь много людей у кассы, там стоит человек, который чувствуется, что трусы сейчас упадут, вот она смотрит, чтобы кто-то не, как говорится, отвернулся, чтобы эти трусы подтянуть или какая-то лямка от бюстгальтера. Точно так же, да даже расческу хорошую купить все равно проблема такая, чтобы она была, вот как финны говорят, на пока и чтобы она расчесывала и так далее. Ну и я благодарю всех, кто подписался на Яндекс Дзен. Да, там прямо, знаете, такая вспышка подписчиков. Я помню, как YouTube начал тормозить и многие говорили, оле-оле, Яндекс Дзен, давайте, давайте, Яндекс Дзен. И действительно, Яндекс Дзен вот тогда так пошел, почти 2000 подписчиков, то есть там идет процесс, я туда дублирую ролики, отвечаю на комменты подписчиков. То есть все то же самое, как говорится, но все равно YouTube это платформа номер один, куда я выкладываю ролики. Ну и сейчас мы перевели время. Я вот тоже спрашивала у своих подруг, народ, как выкладывать, потому что время сейчас мы перевели на зимнее. Мне не нравится это никак. Ну, с другой стороны, как я выкладывала в 6.00 по Финляндии, так я и выкладываю. Не знаю, хорошо ли это или нет. Выходят ролики слишком рано или входят они слишком поздно. Но если вы вот живете в стране, где время не переводили, вы должны понимать меня, то есть я, конечно, выкладываю в 6.00 по Финляндии. Да, кажется, что YouTube это вот такая платформа увеселительная. Ну, сколько всего вот здесь нужно знать. Ну и, конечно, я всегда стараюсь, если действительно какие-то вот такие моменты происходят, нужно, как говорится, быть вот, да, начеку, начеку. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампырия, из Финляндии. Всем физкульт-привет. И на мне, народ, старый моза. Я вот так села, чтобы было вроде как вот красивенько к этим подушечкам. Не хворайте.